Здравствуйте, я Леонид Щукин. Добро пожаловать на проект «Будь в форме». Мы продолжаем знакомить вас с нюансами и хитростями тренировочного процесса. В прошлых выпусках мы с тренером фитнес-центра «Мегаполис» Артемом, Артем, привет! Добрый день! Рассказали о таком виде спорта, как пауэрлифтинг. Выяснили, что для успешного выступления в этом виде спорта нужно обладать хорошими силовыми показателями в трех движениях. И подробно разобрали два из них, а именно приседания со штангой и жим штанги лежа. Сегодня мы поговорим о третьем упражнении, а именно становой тяге. Ну, Артем, вкратце, что такое становая тяга? Сложное координационное движение, попросту говоря, становая тяга – это движение, при котором нужно поднять максимально тяжелый снаряд с пола до полного выпрямления в тазобедренном суставе. Существует две техники становой тяги основных. Это становая тяга классическая, то есть по мышцам больше напрягается спина. Становая тяга с ума обратно напрягается больше ноги. То есть получается, что в зависимости от выбора вида становой тяги и подбирается упражнение для выполнения? Да, все верно. Я бы сказал, что от сильных сторон человека подбирается его стиль тяги. То есть если у человека преобладают ноги, это если мы говорим о пауэрлифтинге, если мы говорим о высоком результате, то тогда ему подходит становая тяга с ума. Если, как я уже говорил, классическая тяга у нас напрягает больше спину, да, соответственно, использует спину. Все это должен учитывать в построении тренировки тренер, а также спортсмен. Получается, что, опять же, все зависит от индивидуальных особенностей каждого спортсмена. А скажи, пожалуйста, какие основные ошибки выполнения данного упражнения? Основными ошибками являются, если обобщить обе техники становой тяги, это округленную спину в пояснице, это слишком большой завал корпуса вперед, это выход коленей за проекцию грифа, то есть когда колени слишком уходят вперед, это, опять же, слишком вздернутая шея у человека, либо, наоборот, опущенная. Это положение кистей на грифе, то есть если они слишком вкручены, то это перегружает кисть, и можно получить травму достаточно серьезную. Ну что ж, чтобы не допускать ошибок в этом упражнении, предлагаю от теории перейти к практике. Согласен? Пойдемте. Становая тяга. Заключительное упражнение соревновательной тройки, и именно здесь начинается основной накал борьбы. Именно здесь нужно выложиться по полной и показать максимальный результат. Я покажу самое сложное сначала движение. Это тяга сумо, самая техничная, где нужно быть максимально подготовленным. И так, как и в приседаниях, начинается все из положения выбора ширины хвата. Если взглянуть на человека, идеальным хватом для него в этой технике тяги будет линия ширины плечей. То есть получается прямой угол в руках. Вот таким образом, если смотреть на меня. Дальше идет расстановка ног. Здесь уже должна быть максимально удобной. Кому как, чтобы хватало гибкости в тазобедренном суставе. Дальше аккуратненько подсаживаемся. С прямой спиной срываем штангу, распрямляемся. Вот так выглядит движение. Следующий вариант – это у нас классическая тяга. Все, как и в предыдущем стиле тяги. Выбираем ширину хвата. Установка ног здесь узкая, поэтому с гибкостью проблем быть не должно. Закрепленной спиной поднимаемся до полного распрямления. Также используется на соревнованиях еще такой промежуточный вариант. Стойка шире. Рук. Но достаточно узкая. Подойдет почти всем. Точно так же. Закрепленная спина. И полный подъем. Так, какие основные ошибки в этом движении? Начнем, пожалуй, с самой распространенной. Это когда человек не следит за положением кресничного отдела позвоночника. Как я уже говорил ранее, он должен быть максимально прямым. Не прогнутым, подчеркиваю, прямым. То есть у вас есть естественное положение. Вот такое вот. Когда вы просто там сидите в офисе или работаете, он прямой. Здесь точно такой же. Он должен быть оставаться прямым. Вот так вот. Ошибкой будет явное округление спины. То есть вот это вот. Это очень часто можно встретить среди посетителей фитнес-клубов. То же самое касается тяги в классическом варианте. Круглая спина. Это неверно. Это слишком сильно перегружает вас позвоночный столб и приводит к протрузиям, грыжам и прочим травмам. Поэтому еще раз подчеркиваю, держим спину ровно. Вот так вот. Промежечный стиль тяги аналогичным образом. Самое главное держать ровную спину. Следующей ошибкой. Это уже такая более специфика именно пауэрлифтерская. В любом виде тяги я покажу на примере сумо. Слишком глубокий подсед. То есть когда тазобедренный сустав опускается ниже коленного. Это уже получается приседание со штангой. Вылезет это вот так. Почему нельзя использовать такой вариант? Потому что это слишком энергозатратно. Это неэффективно. Вам приходится слишком из большой глубины вставать. Поэтому нужно поднять таз. Таз, колено. Таз должен быть выше, чем колено. Только тогда можно назвать это тягой. Это касается всего. И классической, и промежуточной. Кругом таз должен быть выше, чем колено. Итак, вот мы и рассмотрели последнее соревновательное движение пауэрлифтера. А именно становую тягу. Уверен, советы нашего тренера позволят вам более эффективно использовать данное упражнение в своих тренировках. В следующем выпуске мы поговорим о, на мой взгляд, одной из важнейших тем, о которой, к сожалению, многие посетители тренажерного зала забывают. А именно о профилактике травм. Всего вам доброго и будьте в форме с телеканалом Видное ТВ.